Кто станет губернатором Ненецкого округа? Ответ на этот вопрос жители региона узнают в сентябре. Ненецкое региональное отделение партии «Единая Россия» объявило о приеме предложений по кандидатурам для избрания губернатора. В село Несе город Мизень соединит новый авиационный маршрут. Авиарейсы будут субсидироваться из бюджета Ненецкого округа. Жители региона смогут купить билет на речной трамвайчик через интернет. Северная транспортная компания открывает продажи билетов на своем сайте. Не конкуренты, а партнеры. Индивидуальный предприниматель из Усть-Кары и председатель Ненецкого округа Требсоюза подписали соглашение о сотрудничестве. Время новостей на телеканале «Север» в студии. Ирина Нижалова. Здравствуйте. Время новостей на телеканале. Предложение принимается до 30 мая текущего года включительно. Мы соберем предложение. Затем мы эти кандидатуры пройдут обсуждения на общественных площадках дискуссионных. Кандидаты встретятся здесь с общественностью. Можно будет задать вопросы. В широком спектре. Так как процедура не прямые выборы. И поэтому мы даем возможность нашим жителям, избирателям встретиться с кандидатами на выдвижение губернатора Ненецкого округа. После этого на региональном полицовете партии «Единая Россия» будет принято решение по трем кандидатурам, которые будут предложены губернатору Архангельской области для дальнейшего представления президенту России. Напомню, внести свои предложения по кандидатурам губернатору Архангельской области могут и другие политические партии, имеющие такое право. В свою очередь, из числа всех предложенных кандидатур губернатор Поморья отберет не менее пяти для представления президенту Российской Федерации. Затем глава государства отберет три кандидатуры и внесет их в собрание депутатов Ненецкого округа, из которых окружные парламентарии выберут нового губернатора региона. К другим темам. В Ненецком округе будет введен новый авиационный маршрут «Несь-Мизинь-Несь». Соответствующее решение принято сегодня в ходе заседания региональной администрации. Напомню, с просьбой о введении нового авиационного маршрута жители Неси обратились к главе округа в феврале во время поездки Александра Цибульского по отдаленным населенным пунктам региона. Авиарейсы будут субсидироваться из бюджета Ненецкого округа. Общие затраты составят порядка миллиона рублей. С учетом субсидирования стоимость полета туда и обратно для взрослого пассажира составит 2820 рублей. Цена детского билета будет наполовину меньше. Первый перелет по маршруту «Несь-Мизинь-Несь» пассажиры смогут совершить уже 7 июня. Рейсы на самолетах Ан-2, рассчитанных на одновременную перевозку 12 пассажиров, будут выполняться еженедельно по четвергам. Продажа билетов будет осуществляться в кассах Наринмарского авиапредприятия и на авиационной площадке в Неси. За весь период выполнения полетов с июня по сентябрь текущего года Наринмарский объединенный авиаотряд выполнит 17 рейсов из Неси в Мизинь и обратно. Завершатся пассажирские авиаперевозки по данному маршруту 27 сентября. По словам главы Канинского сельсовета Галины Варницыной, между администрацией муниципалитета и предпринимателями из Мизинь уже достигнута договоренность об организации регулярной перевозки прибывающих в Мизинь жителей Неси на автомобильном транспорте в Архангельск. Броненоречной трамвайщик через интернет. Северная транспортная компания накануне открытия навигации вводит электронную систему бронирования билетов. Нововведение будет касаться пассажирских рейсов по населенным пунктам Нижнепечорья. С просьбой организовать электронную систему бронирования главе округа Александру Цибульскому не раз обращались жители населенных пунктов Нижнепечорья. И в канун навигации такая услуга станет доступной. О ее готовности доложил глава администрации Заполярного района. «Вам было дано поручение организовать бронирование приобретения билетов на пассажирские рейсовые сутки». «Я посмотрели, вы пустили через электронную систему». «Да, но работает, но пока в пусканалоге бывают какие-то сбои». Система представляет собой определенную вкладку на официальном сайте Северной транспортной компании. На ее разработку из бюджета района было затрачено свыше полумиллиона рублей. «Алгоритм бронирования и покупки билета на сайте муниципального предприятия Заполярного района «Северная транспортная компания» интуитивно понятен. Заходим на сайт stk.defisnow.ru. В верхней части страницы расположено меню с основными разделами. Расписание движения. Стоимость билетов. Информация для пассажиров. Новую удобную услугу запланировано ввести в самое ближайшее время. С помощью нее будущий пассажир сможет легко узнать о наличии мест и при необходимости заранее забронировать билет. «В мае месяце заработал сайт Северной транспортной компании, в котором можно заблаговременно забронировать билет по данному направлению, выкупить его как в электронном виде, так и в павильоне речного вокзала. Поэтому эта услуга очень доступна. Меню сайта достаточно простое. Никаких сложностей, я думаю, что пользователь не возникнет при обретении билета через интернет». Оплатить онлайн билет можно будет при помощи нескольких платежных систем. «Если вы решили купить билет на сайте, то можете сделать это с помощью разных платежных систем. На выбор банковская карта, электронный кошелек, Яндекс.Деньги, Киви и другие платежные системы. Также пассажир всегда может оплатить билет в кассе в речном павильоне». Тем временем Северная транспортная компания готовится к открытию навигации. Полностью выполнено техобслуживание всей техники. На ремонте находится лишь катер «Виктор Безумов». «Компания подходит к навигации полномерно. В этом году планируется задействовать весь парк, имеющийся в распоряжении Северной транспортной компании. Также будет ходить теплоход ЕСВЭЙ. По многочисленным просьбам будет ходить две СВП и также выручившие у нас прошлую навигацию две лодки ЗАЭР вместимостью 11 человек». По многочисленным просьбам жителей Нижней Печорья речной трамвайчик ЕСВЭЙ продолжит пассажирские перевозки. Теплоход 1994 года постройки прошел капремонт и готовится выйти вновь на маршрут до Телевиски, Макарова, Виски и раз в неделю до Каменки. При этом тарифная политика останется в нынешнюю навигацию в разумных пределах. «Ценовая позиция осталась примерно так же, как и в прошлом году?» «Да, практически не изменилась цена в этом году. Цены остались почти на этом же уровне. Скачка никакого не произошла». На оперативном совещании у губернатора округа была озвучена основная на сегодня проблема СТК – дефицит капитанов для управления суднами на воздушной подушке. «Самая большая на сегодня проблема, которую, в общем, ежедневно буквально этим занимаюсь, это, как я уже когда-то докладывал, у нас нет капитанов на суда на воздушной подушке. Здесь таких людей нет. Одного мы обучили, второй – в процессе обучения. Сейчас вышли на архангельских ребят, у которых есть все допуски. Их не устраивает заработная плата. Давайте наших обучим. Мы обучаем, там довольно сложное обучение». Впрочем, проблема нехватки капитанов – общероссийская. В нашем округе решено сделать ставку на своих доморощенных рулевых. Тимофей Жуков, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Выход и выезд на лед запрещен. Соответствующий запрет сегодняшнего дня вступил в силу на территории Заполярного района. Главам городского и сельских поселений, расположенных на территории муниципального района, рекомендовано установить запрещающие информационные плакаты в местах вероятного выхода людей и выезда транспортных средств на ледяной покров водоемов. На сегодняшний день голова основного ледохода на реке Печора развивается на участке Усть-Соплекс, Усть-Воя, 907 километров выше Наринмара, ниже по реке ледостав с закрайными. В районе щели Юра отмечаются подвижки и разводия. Голова местного ледохода развивается на участке Мызахабариха, выше Наринмара, ниже по течению ледостав с закрайными. В районе Усть-Цильмы местный ледоход из-за вскрытия рек Ижма и Цильма. На реке Сула вода за сутки прибыла на 96 сантиметров. Разводия. На реке Пеша волоковой редкий ледоход. Рост воды за сутки составил 69 сантиметров. Оформили партнерские отношения. Председатель Ненецкого окропотребсоюза Наталья Кордакова и индивидуальный предприниматель из Усть-Кары Павел Белорусов подписали соглашение о сотрудничестве. Это значимое для предпринимателей событие прошло на площадке Центра развития бизнеса Ненецкого округа. О молодом и перспективном предпринимателе из Усть-Кары власти региона узнали в ноябре прошлого года во время визита в Рио губернатора Ненецкого округа в отдаленный поселок. Павел Белорусов рассказал Александру Цибульскому о своих планах по раздытию собственного дела. Глава региона идею начинающего бизнесмена поддержал. У нас очень много рыбы в нашей губе и население ловит. Оставать некуда. Так, вот у меня тоже главная глава. На что мы решили создать индивидуальное предпринимательство и уже индивидуальный предприниматель в моем лице будет отправлять нашу рыбу в Россию. Эта рыба, конечно, она здесь есть возможность, чем каждый будет искать какие-то левые варианты, если будет непонятно кому за полцены, лучше, конечно, организовать вот такое предприятие и вывозить вот рыбу. Поддержали инициативу местного предпринимателя и местные рыбаки. Свыше 20 человек из населения поселка получили работу и, как следствие, возможность зарабатывать деньги. В каждой бригаде в среднем там по 5 человек. Со мной же работает порядка 7 бригад. Это вот на данный момент. В дальнейшем будем работать лучше. Потому что люди увидели перспективу того, что есть рынок сбыта. Появилось какое-то дело. Да, то есть этим теперь можно зарабатывать действительно. И люди начинают потихоньку-потихоньку втягиваться. То есть если сейчас разговариваешь, они уже планируют на следующий год рыбачить. Для хранения выловленной рыбы Павел в сентябре прошлого года арендовал склад Укарского потребительского общества. Здесь планируют установить холодильное оборудование. В перспективе открыть в поселке цех по переработке рыбы. Реализовывать ее предприниматель намерен в России. Но для этого ее нужно доставить в Иркуту на вездеходах. Взаимовыгодное сотрудничество в решении этого вопроса предлагает ОКРПотребсоюз. Мы же осуществляем доставку на вездеходах. Туда идут они загруженные, то есть к Ускару, а обратно идут к Ускару. То есть таким образом мы можем опять здесь взаимодействовать, помочь друг другу по доставке. Это же получается взаимная выгода, потому что мы везем, привозим в одну сторону, оплачиваем вездеход туда и обратно. Здесь тогда позволит какую-то ценовую политику, снижение ценовой политики в целом на продовольствие. Это раз, да. И второе, мы же говорим о том, что мы даем зарабатывать людям деньги. То есть мы обеспечиваем людей не только продуктами, но и работой, и заработкой. Поэтому здесь о логистике в дальнейшем, конечно, будет отрабатываться. Это вот только начало. Началом сотрудничества стало подписание соглашения между индивидуальным предпринимателем и председателем Ниницкого ОКРПотребсоюза. Оно прошло на площадке Центра развития бизнеса. Очень рад этом соглашении, потому что, как начинающий предприниматель, могу сказать, что действительно очень трудно на селе развивать дело без помощи. Помощь индивидуальному предпринимателю предложила и гендиректор Центра развития бизнеса в НАО Ирина Тихомирова, в том числе и в подготовке заявки на получение гранта для развития предпринимательства. Ирина Нежалова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Некоторые категории граждан смогут получить во временное пользование жилье по договорам коммерческого найма. Соответствующий законопроект был инициирован главой региона Александром Цибульским и разработан Департаментом здравоохранения и социальной защиты населения НАО. Новый законопроект, к рассмотрению которого сегодня приступили депутаты окружного собрания, позволит решить одну из главных региональных проблем – жилищную. Суть документа проста. Граждане, которые по каким-либо причинам не могут встать в очередь на жилье или взять ипотеку, смогут получить жилье во временное пользование по договору коммерческого найма. Та проблема, которая сегодня существует в отсутствии жилья, принятие этого закона как раз позволило бы в определенном промежутке времени его решить, чтобы они за этот период, может, какие-то вопросы решили, связанные с постановкой на учет, либо приобретением жилья по ипотеке. И, соответственно, та категория граждан, которые сегодня в рамках уже действующих нормативных актов не могут свои жилищные условия улучшить и решить вопрос по жилью. Разработчики законопроекта для признания граждан нуждающимися в предоставлении временного жилья предлагают установить порядок учета доходов всех членов семьи заявителя, а также наличие или отсутствие недвижимого имущества, который содержит более пяти пунктов. Что делает расчет довольно сложным, отметили в экспертно-правовом управлении аппарата собрания депутатов. Между первым и вторым чтением хотелось бы более детально рассмотреть вариант этой формулы и, возможно, вернуться к варианту, который был представлен год назад. Законопроект, он был отозван уже потом. Там, на наш взгляд, была более легкая формула, которая была применима для нашего округа, потому что показатели, содержащиеся в этой формуле, они немножко имеют ряд сложностей, усложнены для последующего расчета. Коммерческий найм предполагает выдачу квартир во временное пользование сроком от года до 10 лет, с возможностью его продления. Стоимость такого жилья будет выше, чем по соцнайму, но ниже средней рыночной в регионе. Возводить жилье для данных целей предложено в рамках государственно-частного партнерства с привлечением инвесторов. Предпринимателям, которые будут участвовать в его реализации, будет оказываться содействие, в том числе по предоставлению земельных участков под строительство домов. Будет помощь государству, во-первых, на стадии выделения земельного участка. Следующее, само принятие закона позволит сформировать потребность. То есть будет понимание, исходя из того, сколько подживающих и какое жилье необходимо строить. То есть будет прогнозируемо. По итогам заседания рекомендовано вынести доработанный проект закона на рассмотрение сессии для его принятия в первом чтении. Александра Литкова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. В Ненецком округе стартуют рейды по профилактике правонарушений с участием мотоциклов. Сотрудники окружной госавтоинспекции усилят контроль за соблюдением правил дорожного движения водителями мотоциклов и мопедов, в том числе подростками. По информации окружного отдела ГИБДД, подобные операции будут проходить в течение всего весенне-летнего периода. Инспекторы планируют патрулировать проезжие части как в черте города, так и за его пределами, а также в населенных пунктах округа. По данным окружной госавтоинспекции, ежегодно с наступлением весенне-летнего сезона число дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклов, мопедов, скутеров и велосипедов значительно возрастает. В прошлом году в НАУ было зафиксировано шесть таких происшествий, из них один с участием велосипеда. В результате ДТП пострадали семь человек. В этом году уже зафиксирован первый случай дорожно-транспортного происшествия с участием мотоцикла. Авария произошла в поселке Красное в минувшее воскресенье. 13 мая 2018 года в вечернее время в поселке Красное на улице Спортивная произошло дорожно-транспортное происшествие между автомобилем Нива-Шевроле и мотоциклом марки Лифан. Мотоцикл управлял 13-летний и совершеннолетний. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла получил ранение. Доставлен приемный покой к Нинской окружной больнице. Окружной отдел госавтоинспекции напоминает, что выезд на проезжую часть на велосипедах разрешен с 14 лет, а на мототехнике с 16-летнего возраста. При этом водитель скутера, мопеда или мотоцикла должен иметь водительское удостоверение категории М или А. Двигаться на скутерах, мопедах нужно лишь по правой стороне, ближе к краю проезжей части. Водителям, управляющим мотоциклом, запрещается перевозить детей до 12 лет. Водители при управлении мототранспортом должны быть в застегнутом мотошлеме и обеспечить шлемами пассажиров. Ниницкий округ присоединится к акции на работу на велосипеде. Она пройдет по всей России 18 мая. Акция показывает, что передвигаться на велосипеде по ежедневным делам может быть легко и удобно. Для этого не требуется специальная одежда или подготовка. Акция на работу на велосипеде – это не велопарад, привязанный к определенному маршруту и времени. Она лишь мотивирует новичков поехать на работу на велике. Куратором акции в Ниницком округе выступает региональный центр молодежной политики. На данный момент нам направлены письма руководителям бюджетных организаций о том, чтобы руководители поощрили тех сотрудников, которые сядут на велосипед и приедут работать на велосипеде. Как-то поощрили. То есть, ну, я не знаю, может быть, какой-то фрукт, там, тут же яблоко-бананы, или если, например, в каких-то организациях есть питание, да, то есть вот обедом не докормят людей, то чтобы бесплатно, например, накормили человека. Организаторы делают акцент на полезности этого вида транспорта. Во-первых, велосипед – это экологический вид транспорта. Во-вторых, 30-минутная поездка на велосипеде покрывает ежедневную потребность организма физической активности, препятствуя развитию ожирения и других опасных заболеваний. Отмечено, что активные велосипедисты на 15% реже берут больничный. Также использование велосипеда позволяет существенно экономить на парковке. Это все новости к этому часу. До встречи в эфире.